Произведение Мечислава Вайнберга, «Человека удивительной и непростой судьбы». 23 июня 1941 года он получил диплом, закончил Белорусскую государственную консерваторию. И, к слову, та его дипломная работа, которая симфоническая поэма, мы хотели сыграть ее буквально несколько лет назад, но, к сожалению, не удалось нам пока добраться до набора нот с рукописи, потому что это все рукописи. Мечислав Вайнберг в его творчестве красной нитью прошла тема Холокоста, так как он потерял часть семьи во время Кишиневского погрома и других членов семьи в других нацистских концлагерях. А в 1953 году он был арестован, и, скажем так, как дядь Махоэлса, который был расстрелян в Минске в 1948 году. Произведение, которое будет исполнено сегодня, имеет тоже уникальную, скажем так, историю, как оно пришло в этот концерт сегодняшний. В 2006 году ноты, рукопись этого произведения попала в руки музыковеда, белорусского музыковеда из Гродно, кандидата искусствоведения Инессы Двужильной, которая, опять-таки, с этого же года работает над тематикой, темой Холокоста в академической музыке. И благодаря ей эти ноты, рукописи попали, собственно, к нам, и благодаря поддержке, помощи моего друга, композитора Алексея Курбатова, они были набраны и предоставлены, и вы можете сегодня услышать эту музыку, потому что состав очень необычный. Это у нас, значит, соло-тенора, который репрезентует, представляет собой голос единственного члена семьи, который выжил из всей семьи. И он обращается, это письма, он обращается в каждом из разделов, которых пять, он обращается к матери, к отцу, к жене, к дочке, к братьям, которых уже нет. Итак, Вячеслав Вайнберг, кантата «Дневник любви» для тенора, хора «Мальчиков» и камерного оркестра. Хотелось бы отметить еще, минуточку, это произведение, что очень важно, было исполнено единожды в 1966 году в Москве, и не было сделано даже записи. Это было единичное исполнение, поэтому сегодня можно сказать, я могу сказать, что Беларусь гордится тем, что музыка Вайнберга, она возвращается к жизни, и мы можем ее слышать. Итак, Вячеслав Вайнберг, кантата «Дневник любви» для тенора, хора «Мальчиков» и камерного оркестра. Произведение в пяти частях, аплодисменты между частями не предполагаются, исполняют Юрий Городецкий, тенор, хор «Мальчиков» «Парус» и концертный симфонический оркестр, дирижер «Бомсак» и. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Живи, молчи, страдай! Живи, молчи! Нет, не читай мне о темном вагоне, Нет, не читай мне о гибельном мраке, Там ноги мерзнут, мерзнут ладони в параке. Нет, не читай мне, пусть будет тихо, Лучше замолкни и дай отдохнуть. Еще тебя вижу, ведь сердце не стало, Долгий какой путь! Лучше скажи мне о зелье снотворном, Чтоб не проснуться ночью ненасной, Если ж я вспыхну В пламени черном, Быстро погасну, Лучше скажи мне о дочери нашей, Видишь, как душно в черном сарае, Есть ли надежда, Что не заплачем сгорая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр!